еще что-нибудь такое раскидал свой выпуск ну какой-то очередной я даже не помню на какую тему мне пришла реклама вставленная в 10-минутный выпуск пришла реклама на час 48 ух ты хорошая реклама а я что-то тоже вас смотрел недавно одна за другой одна за другой прямо я уже хотел телефон выкинуть чертова мать я не помню про что это вы там уже говорили что-то умное Глушенко нес ну а что Глушенко может нести не умное он же умный он же топило ну а я закрою вот я думаю меня скоро выкинут нахрен а не из этого закроет мой канал или нет не закроют так ну что приступаем у нас сейчас там целая атака на это все дело идет на что на интернет хотят сделать чебурнет рунет чтобы всякие бессовестные американо-еврейские пепетаны первого ранга не могли участвовать в наших роликах вот так давно пора давно это уж точно ну что парни это когда люди говорят Юрий мы вас слушаем каждый день я думаю вот народу делать нефигу я сам себя не слушаю не слушаю ну что ребят мы сегодня важные темы будем обсуждать вы тут мне сломался сегодня сломался интернет и знаете как интересно сломался вот стоит роутер и на нем маленькая кнопочка есть что когда протираешь пыль можно задеть эту кнопочку а кнопочка размером со спичечную головку и у меня три дня не было интернета то есть телефонный интернет был вот такой вот ну мобильный да а проводной который вот здесь специально установлен вот этой студии у мамы в квартире а потому что в деревне это сделать сложно значит ну я случайно протирал пыль или не я или Света протирала пыль или мама протирала пыль ну кто-то протирал пыль и случайно протирали зачем ты протирал пыль кто тебя протирать вот вот праздник вопрос понимаешь Йор вот это вот казарменные привычки надо вытереть все вот зачем ты она тебе мешала пыль что ты ее протираешь пусть лежит ну была такая случайность я когда-то в детстве слышал о том что такое гигиена например тем более ты же практически медик ты знаешь что в квартире в доме на даче не должно быть лишней пыли да потому что всю эту дрянь будешь вдыхать не должно быть лишних выхлопных газов сырости за что я люблю русский народ ты понимаешь они говорят о гигиене не надо дышать пыль это после четырех бутылок водки которую они выжили сразу начинается забота о здоровье там вы понимаете что заспиртовать у меня был когда я служил в Чечне замкоменданта республики у меня был военный комендант генерал-лейтенант Фоменко а я его первый зам и вот он идет идет по военному городку комендатура чеченская то есть ну командование группировкой войск а он генерал-лейтенант командующий группировкой и наступает в кучу дерьмат ну просто вот так вот и своим этим берцем военным наступает и заходи в штат а что дерьма-то человеческое человеческое а может и не человеческое а может собачий кто его знает и он заходит попробовать ЦБУ ЦБУ это центр боевого управления это огромное такое помещение где сидят все начальники службы и включены все компьютеры все перезваниваются по телефону потому что ведут борьбу с какой-то очередной бандой а он заходит с вонючим ботинком значит вонючим ботинком абсолютно вонючим таким Санька да Санька это я я первый зам он к первому заму обращался с Санька к начальнику штаба он к начальнику штаба начальник штаба был генерал-майор сейчас в тюрьме сидит 9 лет получил он к нему обращался Ленька значит Санька это я первый зам а Ленька это начальник штаба ну как правило у любого командира Юр я имею ввиду Гарри Юра ты должен знать есть первый зам и начальник штаба ну в любой армии я был начальник штаба да я был начальник штаба ну он ходит значит у него весь ботинок в тюрьме он ходит по этому центру боевого управления и воняет и воняет ходит ходит отец генерал вы обосрались потом говорит где начальник медслужбы правильно встает начальник медслужбы подполковник как помню Геннадий Николаевич его звали прекрасный человек умнейший человек философ врач все-таки да врач это почти ну как это идея военная конечно военная интеллигенция сейчас сейчас мы просто знаем врачами были Техов Булгаков ну я имею в виду великих писателей этот казак ваш знаменитый певец казак Розенбаум а ну да наш казак наш казак это наш казак то есть пардон наш казак да он смотрит на свой ботинок и говорит начальник медслужбы товарищ подполковник где у нас находится Еинея кто не понял главу 10 вернее главу 11 устава внутренней службы где написано поддержание здоровья военнослужащих где у вас тут блин Еинея никто не понял он сказал не он сказал по-другому примерно на ту же букву но сказал по-другому почему целый коментарь республики пришел вот в грязном ботинке сюда с кучей дерьма на этом ботинке кто это сделал кто это сделал сам генерал вчера по пьяни сделал а доктор не понимает доктор он под полконе стоит Геннадий Николаевич он говорит я не понял о чем вы спросили я спросил про Еинею он говорит я не знаю кто такой Еинея откуда это взялось и вообще товарищ Геннадий зачем вы себе на ботинок накакали а я стою это самое сзади генерал не Еинея а Елен кто ты мне еще подсказывает сынок куда пошел вон я сказал где Еинея у нас в военном городке вот вы смеетесь а я же видел этих генералов я видел генералов я видел а вы с ними да ты с ними вырос а я привожу своего генерала или я тоже я смотрю ты представляешь этот шок в котором наши находятся и я видел этих полковников и подполковников которые ну которые были нормальные я помню одного подполковника было помню командира подводной лодки я помню нормального второго ранга которые были ну правда интеллигентные настоящие офицеры видимо они как-то сохранились там вот при этом дурдон и насколько им было неудобно и стыдно за этого генерала и как они пытались его отвезти или еще что-то такое а он а он стоял красный выхлоп на два с утра уже товарищ генерал у меня одного все время была такая мне хотелось он так говорил мне хотелось сказать товарищ генерал но я понимаю но надо как-то волосы примять что-ли причесаться с утра мне все время хотелось у него из носа волосы выдернут я помню наш генерал 101-й или 82-й десантной дивизии мы в этом в Пскове и Шаманов приехал уже не в звезду не в Красную Армию личный мой хороший знакомый без стакана не общался никогда вот такая беременная значит фигура и наш старик знаешь такой одна мышца лет на 10 старше его такой как ты это генерал Шаманов и там стоят десантники нормальные ребята один генерал стоял тоже очень такое по образованию по учебной части был вот я помню ему было стыдно за этого Шамана он прям стоял и он пытался за него говорить он пытался как ты его значит он был однозвездный а Шаманов помню трехзвездный я сейчас фотографировался с Шамановым и думаю худенький я все таки худенький там еще интересный момент есть мне с утра это он так говорил своему не адъютанту а начальнику штаба когда он был командующим восточной группировкой он говорил что-то мне холодно надо мне с утра согреться кто-то заносил путем в кабинет ну тоже верно это парад он депутат государственной думы ну по вашим меркам депутат конгрессмен да да тоже не гу-гу-гу-гу тебе так ну ребят у нас тема 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 да вы забыли давай поехали давай серьезно серьезно относимся да нам надо серьезно относиться к данному вопросу тем более главный вопрос современности это вот какой дело в том что в России подведомственные Роскомнадзору радиочастотный центр подготовил ряд предложений для регламентирующих доступ к порнографии в интернете там предложили разделить контент на незаконный и незапрещенный законом то есть доступ ко второй категории через госуслуги планируется только совершеннолетним подтверждать возраст можно будет через портал госуслуги к незаконной эксперты относят детскую порнографию и явно оскорбительную в скобках например изнасилование под незапрещенной законом исследователи этой порнографии понимают материалы представляемые в виде цитата натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и или половое сношение либо сопоставимого с половым сношением действий сексуального характера вот это не понял с участием совершеннолетних людей с их согласия что делать с незаконной порнографией в главном радиочастотном центре не уточнили вот господа мозги мирового правительства вот тут как мы к этому отнесемся я поддерживаю например это я не только поддерживаю елки-валки я обоими руками ногами и всеми остальными частями тела за что ты будешь держаться обеими руками вот я хотел только что уточнить я хочу сказать а как устроиться на эту работу когда кто будет смотреть и определять в какую категорию какая порнография идет я хочу я хочу я хочу устроиться на эту работу я даже не за большие деньги вот я только что хотел спросить ты даже зарплату не уточнил она в принципе не нужна в принципе не нужна зарплата я даже может быть даже 20 баксов сам кину еще туда смотря какую должность я буду занимать какую позицию позицию какую я буду занимать где ты будешь занимать позицию в фотографии или старший инспектор контролил за всякой пидерсией вот попрошу ко мне так и обращаться товарищ старшой по пидерсии да это интересно ой блин ты понимаешь сделал то что гемельфар уже три года живет вне лона семьи и поэтому вот всякая фигня что-то потянуло на эту тему меня потянуло да это русском надзор потянуло я все время живу в семье и меня все равно на эту тему тянет хотя уже не молод а я хочу только сказать а вот тут Юра Юра подожди а я так сказать беспокоюсь за тебя а ты что уже в таком возрасте когда тебе нарисованы бабы интересны нет мне в таком возрасте уже что мне еще хочется но уже не стыдно что иногда не получается знаешь я уже в таком возрасте что я не боюсь что девушка согласится не согласится откажет я боюсь что она может согласиться знаешь это уже страшновато я тебе хочу сказать что я хочу сказать мы же уже в программе да ну да естественно да Мне люди пишут, спрашивают меня, как мы запоминаем свои лица, как мы готовимся к программе. Я хочу сказать, наша программа абсолютно спонтанная, мы даже темы не знаем. Вот там, чтобы в голову... Мы же мозга топила. Да, у нас же мирового правительства. У нас что, если в голову пришло, то и мы говорим. Это не что иное, как заседание мирового правительства. Вот, понимаете, допустим, в Америке заседает Конгресс, да? Или там Финад, там полагается. Что ты народ пугаешь? Братья, ты еще скажи, что в России заседает Госдума? В России, например, да, заседает Госдума. В России заседает какой-нибудь там Совет Федерации. Вот он заседает. Да, мы примерно точно так же. Вот собираемся втроем и просто думаем, на какую тему сегодня мы заседаем. Точнее, даже не думаем, мы просто заседаем. Потому что... Блин, непутый народ, нахрен нам думать? Мы мозга, мы топила. Нам даже думать не надо. Нам это все приходит автоматически. Вот поэтому мы мировое правительство. Да. Должен думать в конце концов. Товарищ полковник, 30 с чем-то лет вы отслужили в армии и решили теперь думать? Зачем вам это надо? Это опасно. Вы можете растянуть что-то там. Не делайте умное лицо. Вы же офицер. Вы будешь и офицер. Говорит. Вот, а... Да. Хорошая. Нет, тема хорошая. Запоминает, значит, анекдот. Когда вот при Горбачеве... У меня большинство анекдотов. Вот, Горбачев, перестройка. Тогда у меня самые яркие дни моей жизни были. И, значит, говорят, все, теперь все перешли на самообслуживание. И, значит, приходит в ЖЭК, тетка такая баба, и говорит, а вот мне нужен слесарь. Говорит, пожалуйста. А вот это проводим. А электрик? И электрик? Все, у нас теперь все. Мы на самообслуживание. Она говорит, и вот что, можешь прийти? Когда скажете? Вот мы записываем все в любое время. Она говорит, а вот это можно? Она говорит, что? На все можно. Мы полный сервис теперь в ЖЭКе. Она говорит, а вот мне вот, там, допустим, мужчина, они говорят, конечно, конечно, без проблем. Она говорит, что в пятницу можно? Да, в пятницу. Она говорит, ну, часиков так в шесть вечера. Она говорит, все, в шесть вечера, квартира 48, дом 31, там Иванова, Марь Ивана. Все, у вас, значит, будет мужчина, готовьтесь. Она говорит, там он симпатичный? Очень, да, очень симпатичный, все хорошо, да. Ну, вот она, значит, ровно шесть часов, заходит такой мужичок, нормально, она поляну накрыла, все, он садится, здравствуйте, да, она думает, вот это да. Ну, берет ему на лицо, он говорит, не надо, я все с собой принес, выпивает, выпили бутылочку, ну, говорят, там, за жизнь, за цены, знаешь, все такое говорят. Она говорит, какой классный мужик, какой классный мужик, и, значит, он, она говорит, а вот этот, а он говорит, а сейчас, конечно, еще бутылочку достает, раз, они опять, а она сидит и думает, говорит, ну, а когда, я говорю, что? Она говорит, ну, а вот постель-то, когда уже? Он говорит, какую постель? Подождите, вы кого заказывали? Вот у нас, Жеки, как всегда все перепутали, вы заказывали йогаря-надобника, а я пиздельник-задушевник. А я бугарь-собеседник, да, это да. Так и с этой порнографии, как мы будем разбираться, кто есть кто? Все же перепутают, чертовы матери. Это точно, вот тут, вот тут, Юр, ты прав. Знаешь, у нас в суде, у нас же суды из-за этого были, в 70-е, в 60-е годы, когда только вышли эти фильмы по порнухам. А что такое порнуха, а что такое искусство, вот все. И один судья сказал, если это меня возбуждает, это порнуха. А другой судья сказал, значит, эротика, а эротика, эротика это когда перышком ты водишь по женскому телу, а порнуха это когда ты используешь всю курицу. То, Господи, еще когда ты курицей это делаешь, да. Интересно, когда в медицинском институте или в университете профессор преподает предмет сексология. Но он же есть у медиков, ну, у преподателем. Читает сексология и, значит, пытается студентам объяснить, что сексология это не наука, это учебная дисциплина. А лаборатория была, лаборатория была, там практика что-то. Ну, он стоит на кафедре, размахивает руками и говорит, ну, я не могу сексологию назвать наукой. Ну, любой профессор всегда размахивает руками на кафедре. И все прекрасно из нас это знают. Значит, сексология это не наука. Ну, как же не наука? Встает студент и говорит, ну, как же, ну, мы же должны изучить, допустим, состав, например, спермы или состав выделения из женских половых органов. Мы должны, ну, там, изучить, ну, вот, инстинкты, которые возникают у человека во время полового. Нет, друзья, я вам объясняю, что... А ему лет 70 уже профессору. У нас какие профессора? Ему лет по 60, по 70. Он говорит, я считаю, что это все-таки не наука. Ну, как же не наука? Ну, если мы изучаем и состав спермы, и выделений, там, и пота, там, еще чего-то, там. Ну, это все, что происходит при половом акте. Ну, как же это может быть наукой, если вы, 20-летняя девушка, чего-то можете? Или вы, 20-летний мальчик, можете? А я, 70-летний профессор, не могу. Ну, тоже логично. Это я, когда учился в школе здесь, в Америке, значит, то ли я сейчас не помню, 70-е годы, и ввели вот этот предмет новый, то ли в 11-м классе, то ли в 12-м. Вот мой класс был первый, когда они ввели этот предмет. Я не помню, как он сейчас назывался, но что-то здоровье, со здоровьем. Значит, в него входил алкоголь, табак и секс. У нас, как бы, еще уже людей, которые начинали бухать, курить и трахаться, значит, пытались нам объяснить, что вредно, что не вредно. Ну, а мы же читаем, что, значит, в этой книжке, там, когда еще книжки были, что вот будет про секс разговор, значит, все, ого, нормально, значит, а практика будет, а лаборатория будет, как, значит, в химии есть теория, есть лаборатория, или физики. И у меня друг был, Славик, из Киева, кстати, парень. И мы с ним были только два, то, что называется, русские, в школе, во всей школе. И, конечно, сейчас он огромный, крупнейший бизнесмен в Америке, мы до сих пор дружим, но он, конечно, учеба, это было не для него бизнес, было его, а вот это вот заниматься этой фигней всей. Я еще помню, я ему сказал, что я хочу быть военным, он на меня посмотрел, как будто я вообще с катушек слетел, нахрен, нахрен тебе это надо, идем денег заработаем. Значит, а учительница у нас была симпотная, учительница по физкультуре, молодая. И она говорит, значит, урок у нас начинается, это первый раз, он сразу руку тянет, она говорит, ну, Стив, говорит, что такое? Он говорит, а вот когда, как найти клитор у девочки? Она говорит, сядь, значит, он такой вобычка, она говорит, сейчас урок не про это, сейчас мы не секс обсуждаем. Он говорит, хорошо. Она что-то еще сказала? На катеру княги, что ты хочешь? Знаешь, американская школа, нельзя ребенка игнорировать. Она говорит, что ты хочешь? Он говорит, а вот, я, говорит, а может секс быть с двумя девочками, они с одной одновременно, она говорит, Стив, сядь, сейчас не про секс. Ну, я не помню, так вы у него это продали. Она говорит, Стив, сейчас идет у нас про табак, про вред курения, понимаешь? Не про секс. Он говорит, понимаю, у меня вопрос. Она говорит, это про курение? Он говорит, про курение. Она говорит, хорошо, давай. Он говорит, я видел кино, как одна женщина курила вот так, туда засовывала сигарету и выпускала дым. Он говорит, это вообще возможно? Она говорит, вон из класса. У него про курение было вопрос. У меня два момента на эту тему. То, что Гиммельфарк там насчет всяких там порнографий сказал. Я себе один раз, еще будучи курсантом в военном училище, выпускаясь из военного училища, на четвертом, на выпускном курсе, короче, поставил себе цель, обладеть женщиной, старшей себя по воинскому званию. Представляете? Ну и как удалось? Старшего прапорта? Делал. Нет, выпускаясь из училища, пребываю в соответствующий полк. Зан начальника медицинского пункта, девушка-капитан. А я лейбинант. Ну, формально все соблюдено. Жестко подружились. Я пригласил ее в определенное место, в общежитие. Она капитан медицинской службы, очень красивая, очень симпатичная. Значит, все у нас получилось. А в следующий раз получилось. Там уже не по воинскому званию, а по спецзванию. У нас воинские звания существуют только в вооруженных силах. А тут получилось, что, значит, ой, короче, какой-то мой подчиненный, солдат, чего-то натворил в увольнении. Ну, вот, то есть, солдат ушел в увольнение, то ли кому-то морду набил, то ли напился, то ли где-то уснул пьяный там на улице, да. И его приехала, значит, описывать женщина-дознаватель. Дознаватель. Ну, это в полиции есть какая-то должность. Дознаватель, следователь, оперуполномоченный. Это еще и милиция приходила. Ну, это спец. Нет, меня вызывают на службу. Надя говорит, служебный вазик. Езжаю в райотдел полиции или милиции, товарищ милиция вызывался. А я старший лейтенант, командир роты. Это в Нижнем Новгороде было. Вот, приезжаю, женщина-капитан сидит, составляет протокол. Рядом сидит пьяный солдат с разбитой мордой. Несмотря на то. Забирать или что? Так мне говорит, давайте разберемся. Я говорю, давайте разберемся. И я слышу, Свет, отойди отсюда. Отойди от компьютера. Ты это не знал, мы тогда еще не женаты были. Это не важно. Ты должен был знать, что будешь женат на Свет. Ты не должен был себя так недостойно видеть. Она уже вышла из комнаты. Просто вышла. Это было 30 лет назад. Я подумал, Свет, уйди. Я думаю, пришла эта дознаватель, а он про нее разгар. Она говорит, уйди, Свет. Хвастается, что было тысячу лет тому назад. Вот здесь она в пяти метрах стоит на выходе из этой комнаты. И для того, чтобы не вешать на воинскую часть происшествия, а там происшествие же всегда учитывается, там крестики, тролицы, там учеты всякие, там понижение воинской дисциплины, там и все такое. Так, солдату помойте морду, посадите его в УАЗик, я его увезу в воинскую часть. Но прежде чем я увезу его в воинскую часть, товарищ капитан, заедем ко мне домой. Я Старлей, командир роты этой капитанши, так и сказал. А она на дежурстве присутствовала. Она порвала при мне протокол. Вот так вот. На мелкие фрагменты. Бросил солдата, не сделаешь. Бросил себя на грозу. Настоящий командир. Да, согласен. Третий случай был уже, когда я был подполковником, учился в военной академии. С подполковником у тебя еще получалось что-то подполковником. Нифига себе. Да. Ты уже должен был быть подполковником, ты уже должен был быть зрелым импотентом. Я не начинка был подполковником. Я подполковник получил в 33 года. Вопрос не в этом. Я поступаю в академию, и вдруг у меня случается обострение моих старых ран. Потому что у меня в мозгу сидел осколок в то время. Я не уверен, что он сейчас там не сидит. Вытащили. Вместе с мозгами. Вытащили, вытащили. Вытащили, вытащили, вытащили. Вытащили, вытащили. Та самая женщина и вытаскивала. Центральный военный клинический госпиталь. Зав. Отделение. Начальник отделения. Женщина. Полковник медицинской службы. А я так все преследую. Одну и ту же цель. Пообщаться с женщиной. Ты реально не умный. Совсем не умный. А если это тебе тогда показалось, что ей понравилось, а ей не понравилось, а теперь она тебе на мозгу делает операцию? Так до этого-то ее не было на горизонте? Меня кладут в неврологическое отделение, где мне должны ковыряться в мозгах. Очень нервная. Очень нервная. Я не могу. Не для моих мест так я расскажу. А она полковник. Она старше меня на 3-5 лет. Она и тогда была старше тебя. Она тогда была капитана, а ты старлей. Или лейтенанта была. Цель-то стояла одна. Овладеть женщиной, старше себя по воинскому или по специальному. А если бы ты тогда не показал себя в полном рассвете сил, когда ты был лейтенантом, и ей не понравилось, а теперь она тебе делает операцию, она тебя зарезать могла за те. Что ты ее бросил вообще? Так это была другая. А, это другая. Я думал, это та же самая. Да нет, Юр, ты чего? А в клиническом возрасте. Слушай, Глоченко, я запутался во всех твоих женщинах. Я сам в них запутался. Я сам в них запутался. Но факт тот, что три женщины... Старше меня по званию, я все-таки ими овладел. Вот так вот. Слушай, есть такой, значит, говорит, давайте три женщины решили, кто лучше. Колхозник, студент или военный. Потом соберутся и расскажут. Ну, это говорит колхозник, говорит, да нет, вообще не алло. Весь день меня к каким-то там полям таскал, потом кинул в сток сена, что-то быстро как-то в сене там мухи эти все. Ползает что-то. Ну, как-то я чесалось больше, чем... И потом скрутил с трактора какую-то запчасть и убежал. А этот человек говорит, а у меня там студент тоже. Весь день что-то зубрил, потом по каким-то столовкам меня таскал, кушал хлеб с горчицей. Потом быстро в общаге что-то молодое, вообще там две секунды, и он к вову приплыл. Никакого удовольствия. А он говорит, а у тебя военный как? Он говорит, а у меня тоже, блин. Полдня со мной бухал. Потом вторые полдня прятался от патруля, шарахался. Потом подошли к забору, он меня наклонил. А я ему говорю, подожди, ты хоть дай колготки снять. А он мне говорит, да не надо, я и так через забор перелезу. Да, но вот, Юр, давай, давай. Коротенький, коротенький анекдот. Дама познакомилась с офицером, ну, он пригласил ее к себе там квартиру или общежитие там. Ну, она уже разделась, уже готовая все ко всем радостям жизни. И говорит, а вот ты военный, там много лет служишь, там ты офицер, ты храбрый человек, ты защитник отничества. А расскажи, а чем вы занимаетесь на службе, товарищ капитан, например? Он говорит, сейчас я тебе объясню, на практике. А все же офицеры, они методисты, они преподаватели. Он садится в углу на кресло, садится, разделась, разделась. Иди вон в тот угол, вон в тот угол комнаты. Она пошла в тот угол комнаты. Стояла, она говорит, что дальше делать? Теперь иди вон в тот угол комнаты. Пошла в другой угол комнаты. Так, теперь она постояла там, ну, 5-10, говорит, что дальше-то делать? Да подожди, я тебе объясняю, что я делаю. Теперь иди вон в тот угол комнаты. Ну, короче, она обошла все четыре угла, говорит, я не понимаю. Она уже раздета, и он раздетый сидит на креслое, на диване, там, и командует, в какой угол ей идти. Что ты мне объясняешь? Я тебе объясняю на практике, чем я занимаюсь на службе. Раздетый из угла в угол и жду, пока трахнул. Тоже логично, но вот, 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 Юра, подожди. Сейчас мы уже дошли до поручика Ржавского, анекдот. Он говорит, подходит к полковнику, жене, и говорит, я сегодня тебя вечером трахну. Она говорит, ужас какой-то, нажаловайся мужу, говорит, у тебя поручик совсем с ума сошел, он ведет себя хамловно. Он говорит, да, он хам, я ему говорит, слушай, я сегодня в шкафу спрячусь, он когда придет, я выйду и арестую его. Это, надоело он мне. Ну, еще, прячется шкаф, вечером ногой открывает дверь, парень кидает ее на постель. А, и говорит одному, говорит, часовой, один, у двери, второй, часовой, говорит, у окна, третий, часовой, у шкафа. И кидает ее на постель, и трахает, и все, она орет. Он потом уходит, все, и уходит, и уходит полковник из шкафа, говорит. Она говорит, что ж ты, подлец, ну подлец, скотина. Говорит, ну как службу несет, а? Уже ты самого шкафа. Как службу организованно. Ты понимаешь, организованно. Доброванно, я слышал, поставил часовой. Кстати, офицерскому распутству. Опять же, Ржевский, да. Это один из моих любимых анекдотов. Я его лет 300 уже всем рассказываю. Представляете, в огромном особняке, где-то там поместье какое-то, значит, большой зал такой, стоит стол, на столе стоят там всякие продукты, там вина, коньяки, там водка. Но все это дело перевернуто, разлито. Блюда вот эти вот с этими всякими салатами, шашлыками и всем остальным. Все вот так вот в полном бардаке. На полу лежат абсолютно пьяные гусары. Абсолютно пьяные гусары. С абсолютно пьяными цыганами. Ну, вы знаете, гусары и пьяные цыганские ансамбли, чтобы это самое там... Есть футбол. Да, значит, кто-то там, ну, простите за натурализм, кто-то блюет в углу где-то там, кто-то, простите, под себя уже мочится там, да, но кто-то просто уже в состоянии полового акта с какими-то цыганками там, да, кто-то еще что-то позволяет себе напевать, кто-то там что-то там смеется в углу. То есть, скажем так, а, окна уже выбиты, занавески сорваны, вот это вот идет вот такой вот разгул, такой нормальный наш гусарский разгул. Я страх, как люблю это дело. Ой, пардон. И тут дверь с ноги открывается таким ударом прям. Заходит поручик Оржевский. Честь имею, господа. И тут один пьяный гусар, так в самом дальнем углу, блюющий на цыганку, поднимает голову, говорит, о, бля, Оржевский пришел, о, бардак-то будет. Бардак-то будет, но дело в том, что, Юра, вот сейчас к тебе маленький, но очень-таки большой вопрос. И это то именно к тебе. Вот нам тут без пол-литры, ой, извини, без тебя никак не разобраться. Дело в том, что, как выяснилось, на встрече Байдена и Путина Соединенные Штаты раскрыли перечень неприемлемых для кибератак секторов. То есть Байден передал Путину список этих сфер. Цитирую. Оборонка, энергетика, коммуникации. Это критически важные для США сектора экономики хакерские атаки, на которые недопустимы. Я интересуюсь, а на другие допустимы? Вот, не то, что допустимы, а уже как бы это приглашение. Оглашение. Вот здесь трогайте, а здесь не трогайте. Тут играется, тут не играется, тут много заворачиваются. Понимаешь, я себе представляю, если бы это сделал Трамп. Ну, это вообще-то импичмент должен быть за это. Серьезно. А потом он вышел к журналистам и говорит, ну вот у меня еще, значит, здесь список, кого мне дали. Мне дали, кто дал ему этот список, кого я могу вызывать, отвечать на вопросы. То есть, уже обговорили какие вопросы, что с журналистами. Они ему задают, а он отвечает. Они задают, а он читает ответы. По списку все. Сам взял, сказал, что ему дали список. Он вообще, по-моему, не в себе. Конъективно. Взял, какой-то список передает Путину, на что можно атаковать Америку, на что нельзя. Я не понимаю, я в этом списке вписал, что Юру трогать нельзя. Тут мне интересно. Потому что, если меня... Судя по тому, что ролик на твоем канале грохнули, тебя трогать можно. Да. Да. Я даже, мне как-то это в мозгу не вмещается. А Путин ему передал список, чего можно в России трогать, а чего нельзя. На что можно атаковать, а что нельзя, и кого. Я не понимаю. Например, Навального нельзя. Он почему-то Путин ему ничего не передал. Это какой-то... И каким-то образом он же кричал, что при мне я Путина поставлю на место свое предвыборное. Это Трамп у него. Халуй там и марионетка. А я-то послушаю, со мной он шутить не будет. Со мной он сразу... Ёлки-палки. И все на это купились. Все с этим бегли, говорили, вот Байден предель порядок на везде Украине. Знаешь, это мне напоминает наших контриков, которые, когда наши корабли заходят в порты в какие-то в стране, у нас есть контрики, которые там вырухивают все сначала. Но контрики это контрразведчики, я правильно понимаю? Ну да, да, такие шутки. Они там с посольством имеют дело, связываются туда-сюда, и они составляют список паров, заведений, борделей, куда матросам идти нельзя. Затошено. И когда матросы выходят на берег, они список им дают. И матросы так к нему смотрят, говорят, конечно мы туда не пойдем. Там же телки бухло, матом ругаются. Нет, это не для нас, спасибо. Знаешь, этот Володурок передает список, и Путин что-то говорит, ага, ага, не, 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 вот это точно атаковать не будем, не, 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 понимаешь, ну это же не только Путин читает, хрен с ним с Путин, это же Алкаиды читает, это же Хамас читает, это же Иран читает, это Северная Корея, это Китай читает, и они говорят, что-то это же нахрен нам нужна разведка, нахрен нам нужна, вот, это получается реклама, ребят, это получается реклама, качайте именно это, пожалуйста, это, 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 я железно знаю, это, это как, это как Обама, вот это правда, это третий срок Обама, у меня такой дейжау, я даже, это когда Обама говорил, через три недели мы будем атаковать Тору-Бору, Асама Павловна говорит, ага, значит, наверное, через три недели мне надо быть не в Тору-Боре, понимаешь, да, не, ну, Юра, ну, это гуманно, ну, человеку шмотки надо собрать, не бережка, мы его хотим убить, мы знаем, что в Тору-Боре, они говорят, через три недели мы их будем там бомбить, бомбим, 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 за мой счет, бомбим, бомбим, а их там никого нету, они идиоты, послушав Обаму, поверили ему и ушли оттуда, а он, будучи честным человеком, он же получил премию Нобровскую за мир, честный, он через три недели, ровно через три недели начинает бомбить, я представляю наших летчиков, наших военных, ингенера, которые говорят, ё, мам, какого хрена мне теперь туда лететь, бомбить, значит, приказ есть приказ, летим, бомбим, чего бомбим, пустую пещеру, бомбим. Не, но евреи тоже предупредили, что будет надземная атака, да, все стариказы, евреи же наврали, как всегда, а, согласен, евреи, все зло от евреев, это вот тут категорически поддерживаю, все зло от евреев, это я согласен. Я, кстати, мы это говорим саркастически, саркастически, евреи хорошие люди, это саркат, это такая юмористка такая, сейчас за вами, я точно за канал закрою нахрен с вами, евреи, мы за евреев, мы за черных, мы за равноправие, мы за мир. Хотя, например, официальный документ, да, вот я глубоко копаюсь в военных установочных военных документах, допустим, тот же FM-105, Field Manual 100-5, американский боевой устав, да, или боевой устав сухопутных войск Российской Федерации, я думаю, надо будет посчитать как-нибудь, мне надо будет посчитать. Только выпьем вначале. Во время, во время в оригинале и по черноангельскому языке. Суть даже не в этом. Там есть такой раздел, как правило, он идет под третьим пунктом. Это так называемая военная хитрость, что противника надо ввести в заблуждение. Любой принцип действия любого военачальника, любого политического государственного деятеля при ведении военных действий, оперативных, стратегических, тактических, нужно ввести противника в заблуждение. Я поражаюсь, я дико поражен вот именно принципами, хотя в ФМ-105 все это расписано, да, а зачем предупреждать было этого самого? А он не читал ФМ-105? Ну, правильно, он не читатель, он писатель, он подписатель. Он подписатель, да, он актер разговорного жанра. Типа, конечно. Да, ну ничего, Юр, ты не расстраивайся, и это еще не вечер, как говорится. был нормальный президент, экономика классная была, боролся с этим ковидом, Китай поставил на место, на лекарства цены спустил, налоги спустил, бензин, везде мир начал, никто не воевал, ни с кем, все сидели тихо. Ну, ничего, ничего. Ну, да, вот это тоже хочу поздравить тебя, Гемельфан, вот, Натаньяху, первый же ему позвонил, поздравил, первый, сколько Трамп сделал, а этот первый позвонил, как я не любил и уважал Натаньяху, и думал, вот что ты, что ты торопишься, блядь, как было, баню, все, где у нас теперь Натаньяху, поддержал он, где, где, в Караганде, да, да, а Путин не звонил ему, не поздравлял, пожинал, и теперь он сразу же, а кто первый позвонил, он Путину первый позвонил, стал приглашать его, все, что, как Путин хотел, приглашать его на все эти встречи, на это, особенно важные по экологии, по всему этому, что вот правильно Путин делает, надо достроить северный поток, где-то хорошо для экологии, наш он закрыл, потому что это плохо для экологии, а тот, это хорошо для экологии, тут экологии разные, кипец, блин, и это он с Путином, все, и не надо пресс-конференцию вместе давать, чай для ей, Путина, список, прям список сдал Путину, все, что он сдал, Украину, там, Грузию, все, все, договоры все обратно, все, деньги украины забрал, отдал Хамасу, с Ираном, все наложается, нормально, все, что Путин ему дал обратно, протянул руку, когда тот стоял и ждал, когда он протянет, понимаешь? Нет, ты не прав, Путин не опоздал на эту встречу, наш же опоздюк-то все время опаздывает, а к Байдену он раньше приехал, вот так что... Почему? 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 Все верно он сделал, потому что он умный, он умный, он хитрый, вы думаете, что вы умнее КГБшника, не думайте так, потому что он понимал, что если придет Байден на встречу, а Путина там нет, Байден вообще забудет, какого хрена он туда пришел. А тут Путин вас ждет, привет, дружище, это же ты меня пригласил быть. А, да, я, да, давай, дай я тебе руку пожму, убийца, убийца, руку пожму, тебе, быстрее. Ты убийца, ты убил кассира Сидорова. Ага. Ой, ребят, спасибо огромнейшее за потрясающую беседу, друзья. Я напоминаю, с вами сегодня были, как всегда, капитан первого ранга ВМС США, Гарри Юрий Табах. Всем отличного настроения, держать строй. Полковник Вооруженных Сил России Александр Глушенко. Валя. И старший лейтенант Пиджак из ненавистного всеми Израиля Юрий Гемельфар. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью Рашворд и до встречи через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok